И снова доброго времени суток, уважаемые пользователи канала Magic Box, с вами опять же Magic Device и Bertie Smile, и продолжаем логическую тематику игр для PlayStation Vita, а также просто в общем тест-драйв очередных игр для нас и для вас, то есть Escape Vector, правильно? Да, эта игрушка уже довольно давно лежит в PS Store, я почему-то неоднократно смотрел на неё и мне всегда хотелось с неё поиграть, но тут я всё-таки решил её прикупить и посмотреть вообще, что она из себя представляет. Ну, представляет она из себя довольно такой простенький на вид, с странной, непонятной, убогой, я сказал, графикой, древней, да, которая, наверное, не место на мощных игровых приставках. В какой-либо Atari, да, там? Да, ну, тем не менее, довольно симпатичный геймплей, такой логический. То есть если копнуть поглубже, да? Мне действительно он понравился. Если копнуть поглубже, да, то... Мне, кстати, понравилось, что тироскоп работает. То есть это мы сейчас в руках, вот, Володя вводит... Да, ну, я предпочитаю зажать R1 и сделать побольше. В общем, наша суть, прямо как в старых, добрых таких играх, это закрасить все вот эти вот... Да, и не дать вот этим непонятным платформам нас сбить. Их можно уничтожать вот таким вот способом. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. То есть стрелочками мы, стрелочкой мы закрашиваем все, что белые, да, по ездим вот по этим, да, по периметру, по диаметру, вот. А их-то надо заманить, что ли? Они же все равно... Нет, они просто ездят и... И надо на них не нарваться, да? Да, на них не рваться. Есть уровни, где они прямо за вами гоняются. Пока только один был. Я немножко поиграл. То есть надо просто все закрасить и не нарваться на них, да? Да, да. У нас, видите, есть... У меня уже доступно какое-то ускорение. И видите, когда они нас видят, они становятся красными и ускоряются. Ага. Ну, кстати, вот действительно, я вначале озвучил, что Пэкмэн... Что-то а-ля Пэкмэна. Только ты там съедаешь, да, и за тобой бегают эти... Ты от них убегаешь, да, а вот эти-то похожи вот на этих зловещих кругляшочков или кто там были эти в Пэкмэне. Ну, ладно, я предлагаю сыграть какой-нибудь более простой уровень. Ну, давайте, давайте покажем. Не жатягивать. Да. Я просто уже прошел первую локацию и... Видите, у нас внизу Вершин 3.94. Я понял, это прокачка. После каждого уровня у нас дается определенное количество опыта. То есть обратите внимание, что насколько бы она примитивно не смотрела, здесь есть еще и прокачка, и количество опыта, и более сложные уровни. То есть поначалу вам, допустим, недоступно использование взрывов у таких вот и ускорения. Сейчас я нажимаю на Х, мы быстро движемся. Видите, оно у нас тратится в левом верхнем углу. Тратится, ну, или буст. Как раз-таки для... ускоряет. Ну, да. Так что, ребятушки, которые привыкли только к стрельбе и паническим играм с кровью и кишками вывернутыми, все-таки тренируйте мозги, и иногда полезно играть вот в такие вещи. Ну да, поначалу уровни простые. Ну, чем дальше, тут 150 уровней, как я понял. Ну, не слабо. Не слабо, да. То есть хватит на много часов геймплея, много часов игры. Ну и вот такой смысл логической игры, да. То есть здесь она на любителя, согласитесь, это на любителя, да. Я тот самый любитель, которому мне эта игра понравилась. Ну, мы любим что-то умненькое такое, да, или... Ну, я не скажу, что она прям умненькая, и по большому счету таким играм место на телефонах или планшетах. Ну, согласен, да, но все-таки, когда ты немножко все-таки включаешь, да, то, что у тебя... Ну, иногда хочется расслабиться, да, и использовать Vita, потому что она, в отличие от той же Nintendo, да, Vita больше нацелена на какие-то серьезные проекты. Тем более, которых очень не хватает, к сожалению, и очень хочется, я уверен, что все пользователи, которые обладают Vita, все говорят, ну, что так мало хороших игр, вот, единица, да, выходит, а хочется, чтобы только шел, шел, проходил, проходил. Но мы тоже этого хотим, и очень хотим делать вам хорошие обзоры качественные, именно с хорошими, крутыми играми, но, видите, к сожалению, редковато они выходят, мы только ждем. Ждем, кстати, мне здесь написали ребята в нашей группе ВКонтакте, что сейчас какой-то хит очередной выходит, то ли RPG-шка какая-то новая, то ли еще что-то, забыл название. Посмотри. Ну, у меня там сейчас комп на другой, в этой винде. И, кстати, пока Володя вам показывает, да, очередной уровень, может быть, я доберусь и посмотрю, что это мне рекомендовали, и обязательно, если она действительно стоящая или не стоящая, мы вам заснимем, покажем, что это за новинка. Сейчас пока небольшая пауза будет, я попытаюсь ее найти, название. По большому счету, про эту игру много не скажешь. Вы, фактически, увидев один уровень, увидели все. Естественно, они будут усложняться. И так, таким вот образом проходишь, больше какая-то медитативная игра, я бы сказал. Ну, я окунулся здесь просто в свой телефон и ищу это название, потому что это, знаете, когда забыл. Ну, вот, бета, скоро будет бета, F2P в жанре RPG Destiny of Spirits. Бета? Да. Что-то даже не слышал такую игру. Ну, вот, мне написали поклонники Vita у нас в ВКонтакте, вот, и сказали, что в жанре RPG очень классно, советую потестить эту бета-версию этой игры, она скоро появится, и, то есть, они говорят, что очень крутая. Но мы обязательно, если бета нам попадет в руки, вам все это... Ну, может быть, бета это именно просто бета-версия? Ну, бета-версия. А как игра-то называется? Да, вот я же только что, Destiny of Spirits. Ну, я понял. Ну, вот, кстати, вот, один из уровней, где вот эта вот штучка за вами гоняется прям непосредственно, она... Гровожадная такая. Поначалу, когда у нас не было бусту ускорения, она представляла какую-то опасность, но сейчас от нее очень легко убежать. Да, в принципе, ее убить можно. Кстати, Destiny of Spirits RPG. Кстати, прокачка дает нам, допустим, я прокачал сейчас третий уровень, третью версию, или один, сколько там. Ну, да, версиям 3 у меня. Как здесь считают, ну, называется уровни. И радиус взрыва стал гораздо больше. Поначалу он очень маленький. То есть тут еще какая-то прокачка скиллов присутствует. Ну, вот так вот. Ну, давайте не будем больше зацикливаться, потому что, наверное, все заскучали. Просто мы заговорились и показываем вам следующую игру. А вот как раз следующая игра будет очень интересна, наверняка, многим. И это именно для того фаната, который просил прохождение этой игры. Готовь свои ручки, пальчики и мышки, и ставить нам лайки на каждый наш обзор. Итак, не приключайтесь, мы продолжаем. Magic Device и Bertie Smile. Удачи вам, пока. Субтитры создавал DimaTorzok